Он знал своё дело твёрдо, был настоящим мужчиной, секунд не хватило жизни, он взял их тогда у смерти, и легко с ним под небесами, так спел бы сегодня Висбор. 9 октября 2021 года в Монино состоялся региональный открытый турнир по боевому самбо Кубок Центрального музея военно-воздушных сил имени маршала авиации, герой Советского Союза Степана Красовского. Состязание прошло в четырёх дисциплинах среди всех возрастов. В этот солнечный день замечательный, мне бы хотелось бы поприветствовать всех в том нужном, настоящем мужском турнире по боевому самбо. Хотелось бы пожелать всем здоровья, а юным спортсменам побед и закончить этот турнир без права. При молодёжном спортивном центре «Крылья» для участников и гостей была организована военно-патриотическая выставка, где ребята смогли попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова, испытать свои силы в начальной альпинистской подготовке на спусках и верёвочной переправе. Была развернута полевая кухня. Все желающие смогли покататься на байках, выступление музыкально-танцевальных коллективов и исполнение авторских песен придало незабываемую душевную атмосферу спортивному празднику. Были проведены показательные выступления с ведением рукопашного боя против ножа и автомата. «Человеческий дух невозможно воспитать без дисциплины тела. Возрастайте, трудитесь над собой, достигайте самых высоких результатов, какие вы тоже способны. И Господь вас на этом благословит, потому что человек должен быть силен не только духом, но и телом. Это очень важно. Храни вас Бог в Бог. Самбо, стремительно развивающийся вид единоборства, является синтезом национальной борьбы многих народов мира. Для большинства ветеранов локальных конфликтов это важный и значимый этап боевого искусства. В 1974 году я одел такую же курточку и такие же борцовки и вышел на ковер впервые. С тех пор практически не расстаюсь с этим прекрасным видом спорта. Самбо, боевое самбо. У меня кроме Афганистана еще шесть боевых командировок. Я вам скажу точно, если бы я не занимался этим прекрасным видом спорта, я бы сейчас здесь перед вами не стоял. Это честно. То есть спорт помог очень сильно. Чего, дорогие друзья, и вам желаю, чтобы по жизни, кем бы вы ни стали, этот спорт шел всегда с вами и всегда вам помогал. Подобные мероприятия ориентируют молодых людей на ведение здорового образа жизни, способствуют воспитанию у юношей гражданского достоинства и вносят свой вклад в развитие спорта. Для мужчины я считаю, что нужно заниматься контактными видами спорта. Это нужно. Мужчина должен уметь защитить себя и свою семью, своих близких. Турнир патриотический. Он хоть и региональный, но народу собралось очень много, много команд. Поэтому я только рад, что ребята так активно занимаются боевым самбо. Вот многие переживают, я проиграл. Нет, вы не проиграли. Здесь нет проигравших. Вы все победители. Все. Вы вышли на этот ковер. Поэтому я вас всех поздравляю с этим праздником. Я хочу поблагодарить организаторов. И, ребят, еще раз говорю, сегодня все победители. Я вас всех с этим и поздравляю. Молодцы. Уважаемые участники и гости турнира. Поздравляю вас с этим событием. Оно очень значимое и для Монина, и для всего городского Кургощевского. И, несомненно, принесет свой вклад в укрепление спорта у нас и здоровый образ жизни, стремление молодежи развивать себя по этому пути. По количеству участников, судя по тому, сколько посетил турнир, по отзывам, людей заинтересованных достаточно много. Соревнования получились интересными и объединяют различные, в том числе, клубы и школы единоборств. И, в принципе, надо заниматься молодежью, не принципиально, кто и чем, лишь бы это было на пользу и в нормальных, правильных направлениях развития личности и укрепления нашей Родины, нашей страны. Участвуя в таких соревнованиях, ребята приобретают необходимый опыт, ведь для многих из них это первое состязание подобного уровня. Я хочу пожелать вам успехов. Я хочу пожелать вам здоровья. Хочу пожелать родителям, чтобы берегли своих детей и помогали им стать настоящими мужчинами. Я желаю вам всем спортивных побед, здоровья, удачи и надеюсь, что наш турнир станет ежегодным. Всем вам победа. От всей души. Призеры и победители с радостью получили кубки, медали и дипломы, а команды-триумфаторы – сертификаты на посещение Музея военно-воздушных сил. Илья Анисимов, Ирина Уварова, Виталий Киселев, Светлана Леонтьева, телеканал Добро ТВ.